Выращивание растений по новой технологии. В Красноярском аграрном университете открылся единственный в России учебный класс гидропоники. Сельское хозяйство это не лопатая вина, что это уже умные технологии. И это пример умной технологии, которая, вы видите, она работает. Усиленные репетиции под строгим взглядом столичных режиссеров. Железногорский театр Аперетты готовит премьеру мюзикла по роману Достоевского. Дорогой спиртат, масштабный, очень необычный, интересный декорация. Какого еще город не видит. Мочалки-зверушки и самодельные игрушки. На набережной Несейска прошла первая в этом году осенняя ярмарка. Все работы ручные. Вот, например, я держу гномика Стрелковой домовенка. Они у нас разные, хорошо продаются и пользуются спросом. Мемориал Победы постепенно обретает все более законченный вид. На выходных здесь была смонтирована металлическая звезда. Сегодня она уже окрашена в красный цвет. По словам подрядчика, все выполнялось по технологии. Грунтовка, обезжиривание. Ну а сама краска нанесена в три слоя. Кроме того, уже началась установка плиток с именами участников Великой Отечественной войны. Расставлены они в алфавитном порядке со всеми последними дополнениями. В фирме, которая выполняет работы, говорят, что со своей частью должны справиться уже в этом месяце, как в общем и планировалось. Так как мы здесь выполняем работы по монолиту, граниту, установке звезды, бюстов и памятника, мы рассчитываем до середины сентября свои работы закончить. По благоустройству тоже другой подрядчик занимается. У них тоже, как видите, работа идет. Я думаю, они сильно не затянут. Единственное, что может помешать специалистам, это погодные условия. К сожалению, осенью дожди начинают идти чаще, из-за чего работы приходится приостанавливать. Например, даже взять вчера, почти целый день дождь шел. Невозможно было работать до обеда, потому что без остановки шел. После обеда, с перерывами короткими, то идет, то не идет. Поэтому сейчас любой момент хорошей погоды, вес золота. Поэтому, ну, я думаю, что, в принципе, все заложено по графику с учетом погодных условий осени нашей. Я думаю, по срокам никаких проблем не будет. Горожане изменения на мемориале оценивают положительно. Многие отмечают, что обновления данному месту требовались. И то, что уже готово, им в целом нравится. Я думаю, что нужно было. Будет гораздо красивее. А что было не так на старом? Ну, как сказать, что... Ну, вот эта вот серость, вот эта, сейчас вот коричневая. На этом коричневом под золото фамилии. Это тоже ведь красиво. Ну, будет вечный гон, по-видимому, я поняла, да? Это тоже хорошо. Ну, плиты поменяли, как бы намного лучше стало. Доски вот эти вот меняют. Там были они, как бы, выдолбленные. Здесь мрамор, да? Ну, вот, намного лучше станет. Поставили вечный огонь. Ну, как бы намного лучше стало, чем было. Если верить источникам, последние изменения происходили на мемориале в 2003 году. Тогда были установлены бюсты героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. Плиты с именами канцев еще старше их ставили в 1995-м. Ну, а памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, который пострадал при демонтаже, стоял здесь 1955-го года. После реставрации он должен вернуться на привычное место и вновь стать одной из главных фигур мемориала. Видите, какая урожайность, да? То есть здесь беспрерывно проходит цветение. И вот какие крупные, большие грозди. Ягода очень сладкая. И вот целое лето мы наблюдаем беспрерывное плодоношение. В Красноярском аграрном университете открылся новый учебный класс – лаборатория экспериментальных гидропонных исследований. Щедрый урожай здесь можно получать в любое время года. Но главное преимущество беспочвенной технологии – экологически чистая продукция. Корни растений опущены в водный питательный раствор. Не требуется вносить нитраты и пестициды. А урожай созревает под специальными лампами. То есть в установке имеется бак. В бак поступает водопроводная вода. В воду мы добавляем органические удобрения. Поддерживаем песотно-щелочной баланс. Гидропонную установку гостям презентует аспирант Красгао Сергей Требус. Он стал инициатором и спонсором создания новой лаборатории. Руководство идею поддержало и помогло воплотить в жизнь. Учебный класс оснастили всем необходимым оборудованием, чтобы выращивать растения буквально из пробирки. На сегодняшний день аналогов подобному нет ни в одном ВУЗе России. Эта технология в дальнейшем будет транслироваться в сельскохозяйственные предприятия края. Это специалисты, которые на сегодняшний день студенты. Они у нас будут обучаться и будут понимать, как это двигается. Что сельское хозяйство – это не лопатая вина, что это уже умные технологии. И это пример умной технологии, которая, вы видите, она работает. Я считаю, что этот класс появляется очень своевременно и является очень символичным. Потому что в этой аудитории, в этой лаборатории налицо взаимодействие агрономов и инженеров. Предложена технология, поставлена задача ее решить. А руками инженерами, энергетиками, электриками, собственно, сделано все это оборудование. И, как мы видим, вполне успешно. Обучаться в новой лаборатории будут несколько специальностей аграрного университета. Это и агрономы, и агрохимики, и ландшафтные архитекторы. Оснащение учебного класса позволяет студентам проводить здесь множество опытов, экспериментов и глубокие исследования в области гидропонных технологий. Здесь мы планируем размножать сельскохозяйственные культуры, декоративные цветочные культуры, семенами, черенками, методами биоклонирования, биотестирования. Значит, мы здесь будем заниматься и производством овощеводческой продукции, и плодово-ягодной. Гидропоника – сравнительно новый, но уже широко известный метод выращивания растений. Особенно он актуален в городских условиях, ведь ферму можно обустроить в любом помещении. И ожидается, что в будущем профессия сити-фермера станет все более востребованной. В Красноярском крае официально стартовала вакцинация против гриппа. Как сообщили в Роспотребнадзоре, каждый год во время эпидемического скачка им болеет до 10% населения. Осложнения после гриппа могут привести к серьезным последствиям и даже смерти. Специалисты рекомендуют прививаться за 2-3 недели до начала роста заболеваемости. Оптимальное время для этого – с сентября по ноябрь. В Шарыпово построят круглогодичные теплицы и завод по переработке зерна. Инвесторы уже найдены, сейчас ведется проработка деталей. Известно, что общая стоимость проектов – 24 миллиарда рублей. Только тепличный комплекс займет 30 гектаров. Там будут выращивать помидоры и огурцы для рынков Красноярского края и соседних регионов. В планах использовать инфраструктуру «Березовской ГРЭС». Срок начала работ намечен на весну следующего года. В Багучанах впервые пройдет районный конкурс профессионального мастерства «Ангарский лесоруб-2019». Состязание выявит лучших специалистов отрасли. Участники продемонстрируют мастерство погрузки и выгрузки пиломатериала, а также посоревнуются в обрезке сучьев и валке деревьев. Общий сбор 14 сентября в 12 дня на открытой площадке у паровной переправы через Ангару. Театр «Апереты» готовит большую премьеру. Спектакль-мюзикл Александр Журбина по роману Достоевского «Униженные оскорбленные». В театре обновленный состав оркестра, актерской труппы, балетная пара. И все уже приступили к репетициям премьерного спектакля, необычного как для актеров, так и для зрителя. Это непростой материал, такой серьезный, скажем так, неразвлекательный, больше для сознания какого-то, чтобы задуматься. Ну, сами понимаете, Достоевский – это серьезная литература, музыка тоже соответствует. Журбин – популярный композитор, театральный композитор, у него более 40 музыкальных произведений для театра. В масштабной постановке занята вся актерская труппа. Руководит процессом режиссер-постановщик Игорь Меркулов «Москва». Он уже работает «Железногорской оперетой» третий сезон. А также художник-постановщик, которому довелось поработать на Мосфильме и в Большом театре. По словам Александра Пателицына, зрители удивят и декорации – огромные, шестиметровые, создающие иллюзию многоэтажных питерских домов. Яркие костюмы актеров и большой экран, создающий особую атмосферу происходящего. Время требует расширения творческих горизонтов и новинок в репертуаре. В новом сезоне зрителей порадуют не только легкими для восприятия знакомыми оперетами-водевилями, но и постановками, которые учатся переживать и заставляют задуматься. Такие, как спектакль «Униженные и оскорбленные», премьера которого состоится 11 октября. На набережной Несейска прошла первая в этом году осенняя ярмарка. В ней приняли участие около 30 предпринимателей. Местные садоводы продавали урожай со своих участков и делились своими секретными рецептами заготовок на зиму. Очень благодарный сорт, если варить, который неточку целиком в сиропе. Безумительно подходит. Традиционные шашлыки и плов, как обычно, радовали всех желающих. Но основной акцент ярмарки был скорее на духовной пище. Вдоль набережной развернулась выставка картин местных художников. А еще на прилавках расположились работы мастериц – вязаные вышитые изделия, мочалки-зверушки и самодельные игрушки. Все работы ручные. Вот, например, я держу гномика Стрелковой домовенка. Они у нас разные, хорошо продаются и пользуются спросом. Это секрет мастерицы, как она делается. Она делает различных вот таких вот маленьких домовят-везунчиков, делает вот таких серьезных. Кто-то делает обереги для дома, а у кого-то душа лежит к украшениям. Анна уже несколько лет изготавливает сережки. Сначала это было просто хобби, а теперь еще и способ заработка. Смотрим, вот это набор. Тут получается набор из серии, точнее, это дыры Посейдона. Это медь, авантюрин и гематит натуральной ракушки. Вот, получается, фурнитуру покупаем, фигуры, саму форму серьгам я передаю сама. И, собственно, там обмотка, обработка, все на мне. Завершилась осенняя ярмарка праздничным концертом. На сцене выступили творческие коллективы и исполнители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова